Новости столицы в эфире. С вами Лориана Шемхалаева. Здравствуйте. Все основные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. И снова в школу о том, как столица готовится к первому сентября, говорили на августовском совещании педагогов Махачкалы. О чем ходить с педагогом, уважаемым учителям, воспитателям. Вы должны быть ориентированы не только на высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, но и выполнять более широкую социально-педагогическую миссию. Принимать самое активное участие в реализации основных направлений муниципальной политики. Портфели от мэра и не только. К акции Салмана Дадаева «Чужих детей не бывает» присоединились и другие чиновники столичной мэрии. В предпочтении пешеходам и общественному транспорту по улице Коркмасова снова курсируют троллейбусы. На самолет и в Махачкалу столица Дагестана вошла в топ популярнейших авианаправлений у туристов с детьми. Августовская конференция педагогов столицы прошла в Махачкале. В преддверии предстоящего учебного года педагоги традиционно собираются для подведения итогов и определения перспектив на ближайшее время. В работе совещания приняли участие мэр Махачкалы Салман Дадаев, руководители ведущих вузов республики и представители городского управления образования. В фойе участники конференции ознакомились с выставкой презентации лучших проектов ученических кружков и секций. В обзорном докладе уже в зале были отмечены позитивные изменения в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования. Подведены итоги работы школ города за прошедший учебный период и ЕГЭ. Ректора вузов отметили, что в этом году наибольшее число поступивших абитуриентов именно с Махачкалы и посоветовали усилить взаимодействие школ с высшими учебными заведениями. Хотел бы, конечно, еще раз напомнить, что у нас с 1 сентября будут определенные новшества в образовательном процессе, эти неквастные уроки, подсвященные патриотическим воспитанием. Это поднятие государственного флага. Надеюсь, никаких пульсов с пропуском и неисполнением этой важной части патриотического воспитания у нас не будет. И также, конечно, начало дня с Гимна Российской Федерации. Хочу обратиться с педагогом, уважаемым учителем, воспитателем. Вы должны быть ориентированы не только на высокие профессиональные задели обучения и воспитания подрастающего поколения, но и выполнять более широкую социально-педагогическую миссию. Принимать самое активное участие в реализации основных направлений муниципальной политики. Канцелярские принадлежности лично от мэра. Салман Дадаев собрал в школу детей из многодетной семьи Шахбулатовых. Спасибо, что нам махачкалинка подарила. Мы так рада вам любим. Мы рада тебя! Восемь детей, которых усыновила махачкалинка Мадинад Шахбулатова, к началу учебного года полностью готовы. Напомним, в этом году ко дню защиты детей многодетной семье городоначальник подарил микроавтобус. Салман Дадаев отметил, что намеревается помочь еще нескольким семьям перед 1 сентября и призвал всех, у кого есть возможность, подключиться к акции и помочь с приобретением школьных принадлежностей. На призыв мэра Махачкалы «Чужих детей не бывает» откликнулись и другие чиновники. Так, 50 школьников из малообеспеченных семей поселков Кихулай, Тарки и Альбурикент также собрали к 1 сентября. В канун нового учебного года к акции присоединились глава советского района Арсен Айдиев и начальник городского управления торговли Юсуп Устарбеков. Они пожелали ребятам начать учебный год с улыбок и хорошего настроения, а меценатам, у которых финансовая возможность позволяет оказать помощь таким детям, присоединиться к акции. У нас есть четвертые предыдущие, что чужих детей не бывает. Я так глава города, НАТО, с большими людьми, очень хорошо отношусь с семьей нашего города. Очень хотелось бы, чтобы мы прошли учебный год. Сегодня в государстве все делается для того, чтобы наши дети могли получать достойное образование. И с каждым из вас хотелось бы взять слово, оставшись девочке, обещая, что вы будете рады своих родителей, хорошими от всех, хорошего учебы. Поделились впечатлениями о Махачкале и Дагестане. Воспитанники Донецкого хореографического ансамбля «Сувенир», участники проекта «Здравствуй, Россия» на протяжении недели гостили в республике. Все эти дни жили в семьях, с которыми посещали популярные туристические объекты. Здесь слишком добрые люди. То есть, именно ко мне здесь все относятся, вот, группа моей мамы на неделю, женщины бизнеса, они ко мне все относились как к родному сыну. То есть, действительно, неделю назад у меня была одна мама, а теперь у меня их больше трехста. У нас была безумно насыщенная программа. Особенно мне понравилось то, что в вашем краю популяризуется активность среди молодежи. То есть, очень много разных советов старшеклассников. И, как бы, подростки вовлекаются в деятельность, и все хотят чем-то заниматься. И вот мы были на конференции, и уже даже дети из восьмых классов понимали, куда они хотят поступать. И на самом деле это очень радует, потому что, ну, люди задумываются о своем будущем. Меня очень очаровали горы дагестанские, очень красиво. Также мы посетили Кунзакский район, где это все смогли рассмотреть. Мы побывали на море в Дербенте, нам очень понравилось. Впечатление резко положительное. Мы попали в прекрасную семью Сеидовых. Огромное спасибо Айме и Зареме. Они были нашими гидами по Дагестану. Мы очень рады, что мы смогли посетить как северный Дагестан, так и южный, потому что вроде бы одна республика, но много отличий. В любом случае, хороших. Махачкала! Умный город Махачкала, мэр столицы республики Салман Дадаев, выступил на седьмом российском интернет-форуме «Рив Кавказ». Градоначальник поделился опытом внедрения интеллектуальной транспортной системы, в том числе Центра управления дорожным движением. Проект был запущен в 2019 году. Тогда на улицах города впервые появились умные светофоры, благодаря чему ускорилось движение на некоторых центральных проспектах. С строительством дорог мы эту проблему не решим. Мы сделали несколько дорог, построили. Махачканинцы знают улица Примакова, которая позволяет часть транспортного потока забрасывать с въездной магистрали практически к центру города. Сейчас в республиканские власти, в Минтранской коррекции ведут вопрос строительства северного объезда Махачкалы, для того, чтобы большое количество транзитного транспорта Махачкала не заезжало. Но, тем не менее, даже строить дороги, это уже доказанный факт, что мы не решим транспортную проблему, проблему заборочности и трафика, необходимо применять другие решения. В 2019 году мы поняли, что нам надо будет идти по иным решениям. Какие-то локальные мероприятия по увеличению пропускной способности в дорожной сети мы начали выполнять. Несколько дорог построили. Но пока имелся запас, в 2020 году мы провели проектирование интеллектуальной транспортной системы для внедрения Махачкалы. И в 2020 году ее начали внедрять. И вот с этого момента, как раз украшения Минтрана отметила, начал рейтинг цифровой организации города России. И в следующем году мы сможем внедрить еще и модуль управления дорожными работами, третий модуль эффективности ЭТС, а также транспортного прогнозирования и централизованного информирования. Также в рамках встреч обсуждалась реализация в России и в частности в СКФО постановления правительства, обязывающего оборудовать все транспортные средства, выполняющие перемещение опасных грузов и пассажиров системами ГЛОНАСС-ГПС. В Махачкале по улице Коркмасова снова курсируют троллейбусы. На центральной улице столицы после реконструкции возобновили линию под номерами 3, 5 и 6. Троллейбус номер 3 связывает микрорайон Ватан в Махачкале и район завода Дагдизель в Каспийске. Маршруты номер 5 и 6 едут по многим известным улицам столицы. Горожан новость обрадовала. Многие признаются, что в сравнении с маршрутным такси поездки на троллейбусе позволяют сэкономить. Если честно говоря, этих троллейбусов 11 месяцев не было вот по этому маршруту. Пятерка, шестерка и тройка. Не было этих маршрутов. Вот сейчас отпустили и то мало. Понимаешь, почему? Потому что зарплата, во-первых, маленькая. Понимаешь? Зарплата маленькая. Поэтому водители, они эту работу бросают и уезжают в другие города работать. А пенсионерам, пенсионерам, да, ездить на маршрутках, это очень накладно. Понимаешь? Чтобы поехать в воде, конец, и обратно вернуться. 54 рубля надо платить. А здесь 30 рублей туда и обратно. Есть же разница. 86-го года. На троллейбусе? На троллейбусе, да. А Каркмасово давно маршрута не было? Каркмасово не было маршрута с октября месяца прошлого года. После реконструкции как вам стало? После реконструкции, вот, первый день едем. Ну, улучшений тоже для водителей, конечно, нету. Никакой там, вот, вы сами видели, сплошные линии, как проехать, все закрыто. Здесь парковочные машины, здесь дорога, невозможно проезжать очень. Ну, а так, дорога, все линия нормальная, конечно. Если проходимость, проходимость, если нормальная будет, конечно, хорошо. Напомним, что в троллейбусах Махачкалы по инициативе Салмана Дадаева была внедрена бесконтактная оплата. Махачкала вошла в топ-5 самых популярных авианаправлений у семейных туристов. Рейтинг составил сервис поездок и путешествий Ту-Ту-Ру. Анализировались заказы туда и обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно. На столицу Дагестана приходится около 4% спроса среди путешествующих с детьми и подростками. В прошлом году доля Махачкалы составила только 1%. Самым популярным маршрутом для семейных авиапутешествий стал курортный Сочи. В столице стартовал фестиваль ДНЭП Саммерфест. Он приурочен к 165-летию со дня присвоения статуса города Махачкале и 25-летию компании, производящей напитки. Здорово! В рамках трехдневного мероприятия пройдут фуд-ярмарки, творческие мастер-классы, конкурсы и спортивные соревнования, ориентированные как для детей, так и для взрослых. Очень прекрасное настроение, очень прекрасная атмосфера, дружественная, столько молодежи. Что вас ждете от таких фестивалей? Нужны ли они Махачкале? Очень. Это как бы дает хорошее, позитивное настроение народу. Они подтягиваются к таким местам, любят. Наш народ любит такие мероприятия. Поэтому, если как можно чаще, можно было такое проводить, по всяким, по всякого рода событиям, поводам. Мы с ним Махачкала в этом году, в сентябре, отмечаясь 160-летие. Какие-то поздравления, пожелания махачкалинцев со мной и с самым городом? Хочу поздравить всех махачкалинцев, гостей столицы и процветания нашему городу. Фестиваль, организованный при поддержке администрации города Махачкалы, продлится до 28 августа. В заключительный день фестиваля пройдут полуфиналы и финалы спортивных соревнований, церемония награждения победителей и подведения итогов. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, хороших вам выходных. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова